Разбирательство в самом разгаре. В Уссолье-Сибирском возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на одном из городских предприятий. Статья нарушение правил охраны труда. Условия работы в регионе в последнее время вообще вызывают много вопросов и недовольств. Чем они связаны, разбиралась Алена Планенко. Свободных мест за столами Иркутского центра занятости не найти. Каждый день сюда приходят более 300 человек. Многих уволили из-за сложной экономической ситуации. Среди них Анатолий Розенков. Он 10 лет отработал водителем в одном из крупных городских предприятий. Пока там не началась реорганизация. Сейчас говорят, что базу от другого перевели к нам. У них молодых много, а вам 60 лет. И как будто не нужны. Сокращение работников лишь одно из последствий кризиса. С начала года во всей стране примерно на 40% выросло количество дел о банкротствах. Причем зачастую предприниматели идут на это ради собственной выгоды. Большая часть предприятий делают это именно с целью, чтобы каким-то образом уйти от накопившихся долгов. То есть они готовятся к этому моменту заранее. То есть они, как правило, выводят имущество и, соответственно, могут вывести также и денежные средства. То есть, соответственно, в этом случае, конечно, есть риск, что гражданин просто не получит задолженность по своей заработной плате. И таких примеров в нашем регионе немало. Причем с каждым месяцем ситуация усугубляется. Красноречивее всего об этом говорит статистика обращений в инспекцию труда. Если сравнивать по апрелю 2014-2015 года, на 35% идет увеличение обращения граждан, связанное с невыплатой заработной платы, а также непроизведенным окончательным расчетом при увольнении. Чтобы снять напряженность на рынке труда в регионе, разработали целую программу. Главная цель – помочь руководителям предприятий и сотрудникам, которые находятся на грани увольнения, не остаться без работы. Для них планируют организовывать временную занятость на период кризиса в организации, а также проводить опережающее обучение. Сейчас программа находится на согласовании в правительстве. Если ее примут, у сотен жителей Иркутской области появится шанс пережить непростую экономическую ситуацию в стране относительно спокойно. Алена Полоненко, Михаил Глызин. Новости по будням.